Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности, третий сборник Актаэзии, чтение, приветствую всех! Вот он, третий сборник, вот такой вот концепт дизайна у нас, третий сборник, Осьминог, Осьминог Воздушный Шар, 2018 год, собственно прошлый. Да, кстати, готовится сборник 2019 года, скоро будет следующий, вы не поверите, а четвертый сборник, который уже есть, он, это сборник со старыми стихами, я его решил приготовить уже после вот этих трех сборников. Но все равно, вот у нас как все получается, смотрите, какая красота, часто говорят, потрясающие картинки, иллюстрация. Сегодня мы будем искать стихотворения «МММ», «Я видел все возможные миры», «Санкт-Петербург», «Ноль», «Тюрьма не внутри, а снаружи». А вот эти стихотворения и некоторые другие нас сегодня интересуют в данном сборнике, они очень сильные, интересные и, в общем-то, да, опять же, давайте посмотрим, какая картинка прекрасная. Вот она, вот она, смотрите, какой осьминог, какой он красивый, как он хорошо нарисован тематически, посмотрите, да, и вот картинка, летит на картинке куда-то осьминог. Потрясающе, потрясающе. Как обычно, классический стиль оформления, а вот это вот уже не Рослава Розанова рисовала, да, большое спасибо, Агнессе, тоже красивое, очень изображение, мне очень нравится. Кстати, здесь больше уже иллюстраций стало, это тоже заметно. Так, сейчас найдем, о, про маленького мышонка интересная такая, поймочка маленькая, рекомендую прочитать, про крошек цахисов, хороший стих тоже. Вау. Тоже хороший стих, но мы его пропустим, пропустим, ищем что-то очень-очень хорошее. Десятки фанатиков, хороший стих, тоже толстенький такой, как видите. Вот это прочитаем, давайте, да. Мне надоел Петербург, мне надоела Москва, мне надоел бы Нью-Йорк, весь этот мир бесполезен, есть лишь один райский лук, слава ему и хвала, один мегаполисов бог. Он называется Пенза. Да, просто Пензе, Димка жил, Дима, я собак, мой друг, поэтому Пенза это великий мегаполис, величайший мегаполис. Да, боже, опять те самые крутые стихи под кадр спошли. Сова и осьминог, хорошее стихотворение, рекомендую. Вот одно из тех, про отношения, которые я внес, я еще мецената, смешное. Зачем, зачем, вопросы, поэзия мертва, согласен, поэзия мертва, пора захлопнуть группу. Да, да, действительно, поэзия мертва. Рубиновая сова, то же самое, что сова и осьминог, только без осьминога. Бориданов поэт, короткое стихотворение, зачитаем, оно не самое лучшее, но прикольное. Бориданов поэт с изумлением застыл между двух бесполезных стогов. В одном залежались стихи про печаль, а в другом стихи про любовь. Пусть из глазок его бесконечно пустых капризная капнет слеза. Он будет стоять, так пока не умрет, пусть дальше стоит, и я за. Вот современным поэтам, многим другим ребятам. Серафима Ананасова, Стефаня Данилова. Я за, чтобы вы так стояли между двух этих бесполезных стогов, бесполезных, ужасных. МММ посвящается смерти великого, могучего мастера Мавроди. Мавроди человек, которым я восхищаюсь, по сути. Он прекрасен во всем, он всех обманул, он молодец. Очень красиво, очень красиво прожил свою жизнь, очень ярко. Прочитаем стих про это. МММ. Мир меркантильно меркнет, а рушатся пирамиды. Даже ангелом Меркель станет однажды ангелом. Лохи живут миллиардами, умножая обиды, но с неба спустился лекарь с билетами и наградами. Могучий мастер Мавроди, великий пророк и учитель, талант, даже гений вроде преподавал свой урок. Люди бабло миллиардами тащили к нему в обитель. Таков был единственный способ кому-то сказать, что он лох. Мертвый мастер Мавроди, учение твое не забудем. Лох, как и мамонт, не вымрет, но вымер могучий гид, который нас вел через глупость. Как жалко, что путь был не пройден. Покойся же, будь свободен, в крепчайший из пирамид. А, покойся и будь свободен, в крепчайший из пирамид. Ага, как красиво, как хорошо сказано. Очень забавно, да, забавно. Про Крым. Путин не убивай, пожалуйста. Автаназия. Димка хотел делать автаназию и написал про этот стих. Потому что Дима не пишет стихи, понимаете. Дима прекрасный поэт, отличный автор, но в последнее время он не пишет стихи. А вот стих от Вечный Путин, оно есть в сборнике Вечный Путин. Но в книжке, в прозе, собственно, есть. Критика науки, поэт без кодекса, бездомный пустослов, согласен. О, живое, заживое. Ты можешь играть в поэта, вступать в подростковые паблики, ныряя на дно поэзии, да? Да, согласен. Опять же, критика поэзии и науки, и всего-всего, именно систем, которые существуют. Оно, это прекрасно, по-моему, это замечательно. Так. Ну где, где, где? Где годнотища, прям вообще самая годнота. О, мы делили бытие. Отличный стих, на мой взгляд. Поехали. Мы делили бытие. Много нас, оно одно, Неделимо, нерушимо, Но нам было все равно. Это только для ученых, Эмпиризмом обреченных, Это только для искусств. Ведь там правит чистый вкус. Это только для рабочих и ремесленников прочих. Это только депутатам, К их зарплатам и мандатам. Поделили бытие, так и не познав его. Чтобы многие хорошие уже пропустили. Я думал, я найду вот те годнотища, Они, видимо, опять под конец. Обиженный на мир канатоходец С презрением вниз на критиков смотрел. Они кричали, Упади, уродец! Но был герой непроницаем, Смел. Он шел уверенно, Не ведая препятствий, Не реагируя на шум тупой толпы. На добром острове, Безмерного всевластия, Он упивался благом пустоты. Диванных критиков, Сломавших свои ноги, За пасти грязные Привык он унижать, А высота! Она дана немногим, Всех тех, кто под канатом, Нам не жаль. Он знает стойкость собственной работы, Он знает стоимость собственной работы, Которую клеймят его враги. Но зная свои капли слез и пота, Он не оценит труд и пот других. И с честностью наивно субъективный, Ему плевать на честность остальных. Все критики не люди, А скотины, И заслужили лишь кнутов стальных. Ни пряников ублюдкам, Ни улыбки, Почет и слава тем, кто высоко. Ведь критиков и так в переизбытке, А их слова для сильных незаконны. И вот на этом мрачном карнавале Канатоходец пряшет наверху, Ведь позабыл, что сделал он вначале. Всех критиков с канатов он столкнул. Они кричат, Слезай, подлец, скорее, Сбросил наш, Таков твой скверный путь. Канатоходец в это не поверит. Ведь помнит он лишь свой особый труд. Замечательно. Без комментариев, мне нравится. Так, девочка-пятидневочка. Ну, такое, тоже забавное. Кстати, посвящается одной моей знакомой. Ей очень понравится. Она впервые в жизни устроилась на работу тогда. Да, я посвятил и стих, Девочка-пятидневочка. Ну, все-таки, понимаете, да? Человек впервые устроился на работу, Это надо как-то отпраздновать. Человек очень развитый, очень умный. И тоже афоризма, кстати, интересная. И пишет большое уважение этому человеку. Вот. Девочка-пятидневочка. Девочка-пятидневочка давно потеряла себя. Закрылись проходы астральные. Остался один из окна. Способности экстрасенсорные больше неведомы ей. Ведь закрывает все чакры пятерка рабочих дней. Тут не поможет Патанжеле на проклятых выходных. И даже философы важные, не важнее остальных. Пусть в суете бессмысленные вращаются жернова, Девочка-пятидневочка в них не найдет себя. И распадутся вселенные прямо в ее глазах, И широта непомерная скроется в горьких слезах. И вечности больше не будет, только повторы дней. Девочка-пятидневочка снова живет над ней. Да, норм. Так, а где те стихи, которые бы хотели дойти, в общем-то? Я серьезно, как в самый конец, опять все самые крутые стихи под конец повестил. Ребят, учтите, когда будете считать мои стихотворения, Что все самое годное внизу. Верлибор. Да, нормально. Безжизненное пустошь бытия. Ну, прочитаем, прочитаем, что нам делать. А, безжизненное пустошь бытия, Где вместо тел ходячие могилы Существовать заставило меня, И томно гнить оставило с другими. Так много дел, но гибель их сотрет, Так много знаний, что стремятся в пропасть, И всех друзей сожрет смертворот, И зарастут протоптанные тропы. Безмерно пустота и глубина, Но нам с тобой поверхностного хватит, А жизнь так коротка, И так длинна. Она всегда, а во всем, Для всех не кстати. Ну, 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 ну гниния, Где... А, ну давайте я Интернет-Сумасшедший прочитаю, Хороший стих, Тоже уникальный такой, особенный. Я, интернет-сумасшедший, На стене пишу свои мысли, Чтобы всякий нашедший Мог их как следует высмеять, Чтобы любой ублюдок Мог плюнуть в мои стихи, Я приношу на блюде то, что считают плохим Лучше создать я не смог бы Это мое бытие В нем растворилась злоба в пепле и вечной тьме Если писать другое, то это был бы обман А обман не нужен изгоем Его я оставлю вам Я интернет сумасшедший, забывший права ваш маскарад По меркам религии грешен По меркам людей виноват По меркам ученых безумен По меркам философов слеп И тот пусть меня осудит В ком этих пороков нет Духовная война хороший стих Но я все-таки О, истина монстр, прекрасно Тоже философское стихотворение Истина монстр, но читать мы его тоже не будем У нас еще 10 минуток Тюрьма не внутри, а снаружи Вот его мы искали Поехали Тюрьма не внутри, а снаружи Пространство большая камера Но время намного хуже Оно назначает правила Оно омерзительно скользкое Мучительно проходящее Уродливыми набросками Сжатое в настоящее Вселенная, черная клетка Забитая псевдоблагами Катастрофически редко Мы видим себя богами И говорит нам внешне Ты слаб, ограничен, зависим Тебе недоступно вечное Тебе не достать до высей Но я поборю вселенную Пространство и время тоже Внутри мой мир многомерный И в нем мне никто не поможет Я здесь никому не нужен А там без меня нет природы Тюрьма Это все, что снаружи Внутри же все грани свободы Кстати, очень классное Описание времени здесь Вот прям вот Очень кратко И очень клево Вот я даже Я очень люблю писателя Потому что я чувствую Крайне удовольствие Когда я придумаю Вот такие строчки Оно омерзительно скользкое Мучительно проходящее Уродливыми набросками Сжатое в настоящее Круто Это просто круто О, аниме Про Диму опять Диму посмотрел аниму И впервые Я написал стихопорей А давайте уж прочитаем У нас еще У нас мало страниц Осталось много минут Димка Тебе Мой друг включил тетрадь смерти Теперь он веселый симпай Он в анимешнике Метит и ищет в жизни кавай Он раньше хотел эвтаназию Теперь его прет аниме Он в прошлом твердил Люди мрази Теперь аригато судьбе Его контрацепция гандам Огромный военный мех Это не нравится бабам Но привлекает нек Красная точка на флаге В папке с паролем Хентай Бог для него Миядзаки Учитель Макото Сенкай И с восклицательным знаком Он гордо напишет мне Слава японским мангакам Слава творцам аниме Смешно Да это смешно Это забавно А вот тюрьма О, это хорошее Читаю тоже Живи во тьме Живи во тьме Не бойся пустоты Они холсты в космическом масштабе И уважая их Как свои труды Не спотыкаясь На простом ухабе Из ничего Возникнет целый мир Не нужно страха Боли и страданий Как от эреба Порожден эфир Так и возьме Возникнет свет Желанный Кто понял это Тот непобедим Ведь он богам И демонам коллега Мы все пусты И все себя творим Экс нихила Без когета И эрго Круто 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 Отсылки 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 И вообще Классный смысл Это философское Стихотворение По сути Опять же Философская практика Философская практика Которая свойственна Артодексологии О которой я уже выше говорил Вот Один из тех стихов Который является Примером того Что моя поэзия Это именно философская практика А не что-либо иное Хотя Вот зайчик прыгает в лесу Постигает жизни суть Зайчик слышал голоса Где-то ждет его леса Это смешное стихотворение Про смерть Конечно Карманные боги Ох Много хороших Хороших стихов Но мы сейчас Найдем что-нибудь Очень хорошее Детские игры А вот И вот И стихотворение Тоже особенное Которое я хотел бы Прочитать сегодня Очень важное Для нас Поехали Санкт-Петербург Очень много стихов Кстати посвящено Санкт-Петербургу Но по-моему Это особенное Сейчас поймете Почему Петербургская погода Снега и ветра Дожди в юго Петербурги Петербургцы Петербуржили Друг друга Черным Налились каналы Петербургские дороги Только петербуржцы Могут в городе Увидеть бога Про него Расскажут многое Про него Напишут книги Станет Петербургианство Самой странной Из религий Мы культурная Столица Если не согласен В мажу И по центру На коленях Поползут все К эрмитажу На дворцовой Расцелуют Каждый камень Под ногами Те кто город Свой родимый Любят сравнивать С богами Закупаясь В галерее Пальтовидные Униформы Болтуны Миссионеры Разъяснят вам Все без формул Питер Самый лучший город Остальные Лишь помойки Здесь вином Ты причастишься После истинной Попойки Долг для Петербургянца Видеть дом Свой не критично Вот что значит Петербуржить Непомерно Фанатично Закрывай глаза На правду Нам не нужно С ней мириться Ведь иначе Распадется Миф О северной Столице Да Прекрасно Очень много Хороших стихов Может еще что-нибудь Прочитаем сейчас Под конец lanç ноль 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 Тоже особенное Стихотворение Тоже философское Тоже С отсылками на Артодексологию К нулевым состояниям А Я посвятил Стихотворение Нулю Здравствуйте Да. Без ног, без головы и тела, как описать меня? Наверно, никакой. Но все же я такой, каким был кем-то сделан. В безмерной темноте, округлый и пустой, разлившийся, как море, по телу мироздания, я продолжаю путь, понятный и простой, стираю целый мир, себя, свое сознание. Я апатичный бог всех чисел, очень рад неисчислимым быть, отсчет не состоится, во мне весь миллион, во мне весь миллиард, во мне вся бесконечность, без правил и границы. Да, это круто. Ой-ой-ой, сейчас будем шалить, наверное, сейчас будем шалить. Сейчас будем шалить, и многим людям, которые любят классику, это не понравится, но я все же люблю шалить, поэтому поехали. С пистолетом, разящим идолов, да. С пистолетом, разящим идолов, сквозь прокаженных и уродивых, я иду к популярному лидеру, покровителю своей родины, избалованному, воспетому, наказанию неподлежащему, только пулей плевать на запреты, она ранит по-настоящему, от нее не спасет император и поклонники тупоголовые, упадет весь в крови плагиатор, но займут его место. Новые. Как у Гидры размножатся головы вороватых творцов Отечества, а потом их фанаты суровые, прогорланят на все человечество мы народ с уникальной культурой, а пиндосы вершина зазнайства. Остается только добавить наше все воровство и бахвальство, и сейчас никому не понятно, почему у нас все так сложилось. Каждый творец плагиатор, сломалась искусство машина, но она не сломалась, поверьте, на зависть исправно пашет, прославляя бездарных поэтов. И унижая не наших, с пистолетом, разящим идолов, я живу в 21 веке, зомби-творцов невиданно, пустословия полные реки, я стреляю словами смертельными по поэтам и поэтессам, презирайте меня злыми демоны, я продолжу дело Дантеса. Воу, вот, вот это шедевр, собственно, вот красивая, какая картинка, смотрите, прикольная. Классно, 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 заметьте, как сплетаются критические стихотворения, юмористические, философские и так далее, по-моему, по-моему, это чего-то достоит все-таки. Молчат миры, погасли фонари, вселенная уснула на мгновение, и не о чем нам с ней поговорить, и не должна она нам представлений. Замолкнем мы, закроются глаза, вселенная сокроется во мраке, и не вернутся больше нам назад. Да и зачем, пускай идет все, нахер. Да, алтарь, посвященный подарку на днюху, да, почему бы и нет, тараканы, я орудие особых свойств, я серебряная пуля. Да, можно было бы и так. Ну что, давайте прочитаем последнее стихотворение тогда. А, и все, да, и с этим сборником закончим. Покупайте, кстати, сборник, третий сборник, Актаэзи, очень много классных стихов, я заметил, многие захотелось даже прочитать. Мне даже кажется, что я начинаю писать все лучше и лучше. В 2019 году вы, кстати, можете проверить это. В одной руке Шива, в другой руке Будда, в одной руке Ницше, в другой руке Кант, и пар таких много, считать все не буду. Тем более, там не отыщешь констант. Меняются люди, меняются руки, меняются боги, меняется мир, Держащий все это, не одинокий, смешавший все это с самою самим. Разлившись ладонями по небосводу, Можно обнять целый космос, он мал. Хаос велик и отвергнул свободу, Я осознаю, что хаосом стал. Пальцы подобны спиралям галактик, Черные дыры, зрачки моих глаз, И я выбираю из тысячи практик, Только свою, где фрактальная связь Распространилась по граням вселенных, Возможности все захватив в один миг, Коснувшись до всех богатых и бедных, Великих и тех, кто восстал против них. В одной руке космос, В другой руке хаос, В одной руке скепсис, В другой сотни вер. Я буду держать, Чтобы все не распалось, И чтобы достиг я того, что хотел. Сим, реально не прочитали некоторые топовые стихотворения в начале, Потому что торопились дальше. Да. Ну, не важно. Вот, прекрасный сборник, Правда, всего-то 110 страниц в нем, Но они того стоят, на мой взгляд. Покупайте. Восьмикратно с вами прощаюсь, И желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok